здравствуйте друзья мы снова вместе сегодня 17 февраля 23 год морозов кончились 28 30 градусная вот которая в общем-то для меня является благом не смертельная но уничтожает всякую нечисть и в саду не совершенно не приходится бороться с ней да и деревья сами по себе имеют высочайший иммунитет потому что не искалечены национальная забава колесе деревья а потом бороться с умирающими даже заметьте не с болезнями умирающих деревьев а продолжать бороться с деревьев которые уже умирают это отрезать чеку отрубить все руки ноги пальцы кисти рук кисти эти самые стопы а потом лечить его так ой кажется ему плохо давайте его на мороз да вот этого скультяпами скорота щаси равными давайте на мороз и вот так посадить людьми не поступает гуманизм а вот деревня поступает и вот сейчас мы с вами после такого выступления послушаем еще раз макарова алексея ивановича качестве учителя это очень важно потому что хватит мне одному нечего вот давайте подключайтесь макаров один из лучших садоводов россии его стоит послушать поехали алексей добрый день как там у тебя дела как твой сад слушай да это я на иссы кули там люди пригласили вот это чуть чуть такое с этим с грушей парша или что-то грибок какой-то сможешь определить теперь это слушай два момента я здесь уловил на дачу там зашел к ребятам во первых они никогда землю не копают там там травой заросшие это чем нормальное явление и еще один момент вот смотри один опрыскивался у него блин вот это вот кстати беда по соседству там через одну дачу этот груша он никогда сроду не опрыскивал чистая как это как слеза хочу вот как раз то что ты говорил что мы иммунитет этот убиваем начинаем опрыскивать привет виктор у меня все нормально все плодоносит в этом году яблок практически нет первый раз у меня сад яблоневый отдыхает а такого я не помню ну значит год такой значит когда цвело что-то чего-то ему не хватило вот а в остальном все нормально сейчас обилие абрикосов ко мне народ едет рано еще покупать поэтому просто смотреть просто не верится просто приезжают смотрят вот по поводу проблем грибковых конечно это грибковые конечно это беда беда именно деревьев и про иммунитет ты правильно сказал все правильно расслабляемых он у меня небольшой перелесок северной стороны со стороны ветров защищает мой сад и яблоня хотя вопрос старый еще скажем так действительно большой вопрос еще неизвестно насколько она взрослая яблоня могут жить и до двухсот лет если конечно им не мешать так вот это яблоня кто бы и когда опрыскивал кто бы и когда кто-то бросил огрызок вот и выросла до яблочки там поменьше потому что никто же не подходит там золы и не подцепит там перегнойчик рядом не разложит нет этого и потом далековато от моего сада если бы она жила среди культурных деревьев они бы переопылялись яблочки точно бы укрупнились уже проверено когда я когда я когда я к вишне подсаживал черешню вишня укрупнялась просто потому что рядом сидит с нюхали с пыльцой получает хотя убери сейчас черешни я уверен что она опять вернется прежнему размеру вишня шоколадница стала размером с черешни так вот про яблоня и я уверен вот то яблоня которая растет в лесу которую никто никогда не опрыскивала не яблочки поменьше опять же я говорю только потому что она растет прижимается в тени потому что рядом такие же большие деревья но за существование борется но я уверен что то я бы не переживет все яблони культурных садах садоводами которые получили образование и занимаются режут и прыскают уверен что на всех переживет вот и ответ на вопрос и тем более вот ты говоришь там не перекапывает ну травку может конечно встреч так чтобы меньше было сырости 3 клята находится в траве сырости а потом начинает лезть на дерево к солнышку вот подкашивать можно оставлять на месте чтобы червячки там муравей занимались своим делом листья не убирать как и я не убираю весны не думали с . не найдете яблочко если гнилое упало там я не знаю птица клюнула и челяк завелся яблоки я не собираю что выбросить а их давлю ногами чтобы удобнее было червям и муравьям заниматься своим делом все это опять идет в почву черви доставляют свой гумус до корней деревьев вот тебе и иммунитет потому что они в симбиозе работают дополняют друг друга а как перекапываешь ты изгоняешь червей режешь значит муравьев уничтожаешь вот черви это же большое значение имеет это же у них своя канализация своя вентиляция аэрация земли и в общем каналы все эти работают на дерево копать не стоит все это это нарушаешь вот субболи листья убираете опять черви облекаешь на голодную смерть не надо ничего этого делать природы давно все устроено и не надо править бога я так скажу а